Да, сегодня мы отмечаем 27-ю годовщину подписания договора о дружбе сотрудничества и взаимодействии между Россиями. 27 лет – это не круглая дата, но имеет хороший повод задуматься о тех достижениях в развитии российско-армянских отношений, которые мы имеем сейчас. Конечно, тот договор, который был подписан 27 лет назад между двумя нашими странами, он сыграл очень большую роль в укреплении суверенитета Армении, в укреплении ее политической и в том числе экономической независимости. Армения – маленькое государство, находится на периферии бывшего Советского Союза. И тем не менее, в стратегии Армения очень важна для России. Ну, плюс у нас связывают давние традиции с армянским народом. Это братский народ, часть христианского мира, хотя там и своя ветвь христианства, но тем не менее. Мы многие века жили вместе в одном государстве. И поэтому, да, Россия всегда придала очень большое значение развитию отношений с армянами. Россия крайне заинтересована в нормализации укрепения армян-азербайджанских отношений, стабилизации положения в Закавказье и на Южном Кавказье, как сейчас принято говорить. Это тоже отвечает ее геополитическим, геостратегическим интересам. Но эта стабилизация, конечно, не должна проходить за счет ущемления прав и интересов Армении. Россия здесь старается найти баланс интересов между Арменией и Азербайджаном. Благодаря России Армения, в общем и целом, смогла поддерживать определенную экономическую стабильность в стране. Стабилизация там в плане экономическом непростая. Маленькая страна, маленькие емкости рынка. Армения здесь очень заинтересована во всем этом российском рынке. И Россия ей управляет такую возможность для сбыта армянской продукции, для развития сотрудничества власти экономики между Россией и Арменией. Армения получает из России, в общем-то, дешевый газ. Это тоже очень важно. Ну и в Армении находится, говорит, там российская военная база. Это залог безопасности страны. Что бы там ни говорили, в Армении, какие бы там сейчас силы ни действовали, а там есть достаточно мощные антироссийские силы, которые нацелены на то, чтобы переориентировать Армению с сотрудничеством в рамках ОДКБ и российско-экономическое сотрудничество. И повернуть ее от России в сторону Запада. Тем не менее, все разумные люди понимают в Армении, что это может плохо кончиться для страны. Потрясище будет для них очень тяжелым. Продолжение следует...